Итак, друзья, сегодня я вам расскажу о продолжении истории с испорченным санузлом у Екатерины. Сейчас весь этот кошмар надо будет демонтировать. Вот, Екатерина, как ваши ощущения от ремонта? Великолепно, вот уже второй месяц, я в предвкушении просто. Сколько тебе это делали в месяц? Ну, три недели это 100% прошло, 1 июля мы начали. Можете задать вопрос, откуда ты нашла эту бригаду? Ну, порекомендовали, друзья. Друзья порекомендовали, да? То есть они где-то там что-то успешное когда-то сделали, да? Ну да, да, было дело. Договор ты не подписывала? Коль, не позорь, пожалуйста. Подожди, стой. Подожди, Кать, Кать, нет, это важно. Это опыт, который должны увидеть другие люди, чтобы его не повторять. Договор ты не подписывала. Деньги ты переводила даже не лично бригадиру, да, который тебе делает, он тебе дал левую карту? Ну, просто кого-то, да. Просто кого-то? Какой-то левый человек, которого даже, может, в России нету, он здесь когда-то был, на него оформлен Сбербанк. Ну, короче. Короче, никакой ответственности. Сейчас этот человек отвечает тебе? Периодически. Ну, слушай, в субботу он сказал, что встретимся в понедельник. То есть у него такой бардак, а сегодня вторник уже он тебе отвечает? Сегодня нет. Сколько ты ему вперед денег дала? Соточку. Соточку, молодец. Ну, и на материал. Еще на материал, отлично. Результат, друзья. Сразу смотрим. У нас на влажную штукатурку началась укладываться плитка. Я когда как раз увидел фотографию, мне Катя скинула, сразу же все забарковал. Тут видно, посмотрите, видите, штукатурка не повреждена. Почему? Потому что вот эту плитку отсюда очень легко оторвали. И из-за того, что штукатурка была влажной, никакой гидроизоляции не было. Прямо на нее был плиточный клей. Посмотрите. Отвалилось все, даже штукатурку не повредило. Здесь, оказывается, бывшее окно было заделано ОСБ, и оштукатурили прямо на ОСБ. Здесь я отверткой просто взял сковерную плитку, хотя эта плитка, но уже неделю здесь на стене точно висела. Ванну даже никто не пытался демонтировать, нормально, ровно установить. И что творится под ванной? То есть весь этот мусор был оставлен, представляете? Ничего не было прогрунтовано. Трубы пустили. Вот здесь по наружке все они просто болтаются. По центрам, смотрите, не попали. То есть смесите, криво будет стоять. Далее. Самый кошмар. Сейчас, подожди, не выключай фонарик. Посмотрите, как стоит инсталляция. Она вся болтается на непонятном крепеже. Как оказалось, один из болтов они даже не прикрутили. Да? Посмотрите, видите, болта нет. Здесь у нас болт есть. Там болта нет. Почему они это не сделали? А потому что здесь, оказывается, еще слой плитки был с пустотами, и они даже его не демонтировали. То есть сейчас надо будет все снять, заодно им это демонтировать. Гипсокартон не влагостойкий, не зеленый. Профили стоят. У нас, видите, с вами просвечивают. Нормально не закреплено. Здесь у нас нет ни обратных клапанов, ни редакторов давления. Собрано на американках. Здесь вообще водорозетку поставили вместо уголка. Вот эта пыль вся была бы зашита, посмотрите. Ничего не отгрунтовано, не пропылесошено. Потолок не зачищен. И все вот это, то что, видите, отколупливалось бы и падало натяжной потолок. Самый прикол, то что здесь должна стоять стиралка, должна быть розетка. Они почему-то уложили плитку, а электрику не сделали. И самый прикол, что еще человек в парадной. То есть здесь надо было сразу же новый кабель тянуть, а в самой парадной санузел делать отдельную линию. Ничего это было не сделано. Это работа за три недели. Быстро сделали штукатурку. Сразу же на нее без гидроизоляции, на невысоку, начали фигачить плитку. Вот результат. Результат, Катя плачет. У меня нога лопа. Ты уже наплакалась, короче. Я не обстаюсь. Далее. Это Михаил. Региональный директор команды Р. Надежда этого санузла. Да, надежда этого санузла. Человек, который, смотрите, не побоялся поучаствовать в этом проекте, ведь ему придется отвечать, я буду сюда приезжать снимать. Конечный результат. Мы потом у Кати возьмем отзыв. Значит, Михаил у нас региональный директор команды Р. Команда Р это мои давние друзья, и они мне делают ремонты в Краснодаре, Сочи. И вот Михаил от команды Р приехал завоевывать Москву, покорять. И я им сам не звонил. Я сделал общее обращение. Около 15 компаний разных бригад мне написало. Спасибо вам большое всем, кто написал, предложил свои услуги. 15 компаний здесь не сможет делать ремонт. Я надеюсь, не будет у нас такого долгого проекта. Михаил, так как я знаю команду Р давно, сам проявил инициативу, поэтому я выбрал его. Но всем остальным огромное спасибо от меня. Вот. И Михаил сейчас все возьмет в свои руки. Это профессионал. Мы с ним все это обговорили. Все это будет демонтировано. Кроме того, посмотрите, в каких условиях работали люди. Они усрали просто всю квартиру. Посмотрите. Ничего нормально не закрыто. То есть они обещали там какие-то вещи убрать тебе. Вот эту пленочку повесили. В результате вся квартира в пыли. Вот этот слой пыли, он везде просто. Посмотрите. Представляете? Вся техника потом все это отмывать. Первым делом ребята сейчас придут. Все лишнее, все вещи уберут сюда. Полностью этот проем герметично запакуют. Закроют полностью все, в том числе и кухню, картоном. И только после этого, когда все аккуратненько будет сложено, разложено, убрано, начнут работать. Уберут отсюда все вот эти вот, что это, стеллаж какой-то, да, с комодом. Чтобы здесь было пространство для работы. Если вам начали в таком кошмаре работать, никакого качества и качественного ремонта у вас не будет. К сожалению. А Миша уже начал. Миша уже начал, да. Ванну мы демонтируем, естественно. Потому что оставлять старую ванну, не демонтируя, оставлять все дерьмо, которое под ней. Тут наверняка все не динамитично, чтобы это потом протекало. Там посмотрите, сколько пыли и аллергенов в грязи, скопившейся за 50 лет дома. Вот, это все будет демонтировано заново, установлено нормально. Будет по периметру сделано провило. Ванна будет стоять ровно, крепко, чтобы она потом не осеталась. Тело не провалилось. У нас будет сделана грамотная обвязка без гофры напрямую в канализации, чтобы тут раз в 5 лет только перелив чистить. Будет доступ потом под ванну. Плиточка на магнитах. Здесь будет раковина стоять, инсталляция. В общем, все сделаем как надо. Теперь следите за этим проектом обязательно, потому что это очень интересно. У многих такие санузлы, и вам надо как-то выполнить работы. И, наверное, вам интересно, как следить за работами, как следить за мастерами, вовремя их выявить и выгнать. Это чучело, которое здесь работало, мы все-таки его найдем, дозвонимся. Постараюсь с ним лично решить вопросы, чтобы он вернул все деньги. Если он пропадет, деньги не вернет, я публично о нем расскажу, что это за человек, чтобы ни в коем случае вы на такого чека не наткнулись, потому что он активную деятельность ведет в Москве. Ну и еще такой моментик. Друзья, я выпустил видео, меня очень сильно задело, хотя у меня хороший иммунитет довольно-таки. Это комментарии к прошлому ролику. Значит, люди начали писать, что если бы я был друг, то я бы взял бы, все бросил бы и сам здесь начал делать ремонт. Я этого не ждала. Да, я этого не ждала. Я думаю, это было бы не по-дружески. Я живу в Питере, Катя живет в Москве. Весь мой инструмент в Питере. Я каждый день работаю на вас, снимаю полезные ролики. У меня график на месяц вперед. Как я могу бросить свою работу? У тебя все команды, правильно? Да, да. Как я могу бросить всю работу и приехать сюда, сам лично это укладывать? Во-первых, у меня рука не набита, я бы это делал два месяца. Снимите жилье, перевези сюда инструмент. Вы сами вообще в жизни кому-нибудь так помогали, чтобы пришел? Я же не мастер. Я руками работал раньше, но я уже потерял сноровку. Я организовал компанию, у меня 150 человек в команде работают. Как я могу прийти, руководитель, начать это делать? Далее, следующее. По поводу того, что... Друзья, друзья и их друзья. Да, да, да. Такой же жизнь. И все мои 340 человек, Колян, я следующий, у меня тоже проблема. Всем надо делать ремонты. Мне тоже нужно просто. Да, да, да. Но я уже помогаю. Катя, я же помогаю, я морально поддерживаю, все объясняю. Вот. Далее, следующее. Почему моя компания здесь не делает ремонт? Ну, это примерно как попросить компанию ЦДС, застройщика огромного, чтобы они построили какой-нибудь ларечек. Они это сделают, но какой ценой? Чтобы вы понимали, у меня здесь отработало бы 10 бригад. Отдельно демонтажник, штукатура отдельно, монтажник, сантехник, электрик, плиточник, понимаете? И потом еще раз, сантехник, электрик. То есть, организовать в помещении 3 квадрата ремонт, когда мы привыкли делать квартиру под ключ. Мы, во-первых, бы это делали 2 месяца просто, да? У нас большая загруженность, 50 объектов в Москве. И мы заточены именно под систему делать. И никак здесь просто. И Катя бы... Не, зачем ломать это? Я не прошу ломать. Да. И так работает. Вот. Катя-то понимает. И тебе бы просто в 2 раза дороже все это обошлось, если бы это делали мы, а может быть даже и в 3. То есть, мы занимаемся, наш профиль другой. Поэтому всех этих комментаторов я хочу послать в одно место. Видел, что есть адекватные люди. Немножко вам все это пояснил, чтобы те, кто засомневался, понимали, о чем идет речь. Катя, я помогаю, я нахожусь здесь. Уже второй раз сюда приехал. Хорошего нашел прораба, который здесь все сделает. Мы с ним всегда на связи. Все это доведем. И самое главное, я наснимаю для вас много полезных роликов. И Катю мы потом увидим довольный и счастливый. Пирог спечешь нам? Согласен. Тогда еще пухни надо сделать. Да. Я бруснику люблю. Слышишь. У меня я тебе сделал и пирог, и то, и все, что будет. У нас прораб классный. Смотрите, он еще и пирог... Ты же не женат, что ли? Да. Не женат? Я в разводе все уже. Ну, смотрите, какой мужчина еще и готовить любит. Свободная птица. Девчонки, пишите в комментариях. У меня 70%, кстати, леди смотрят. 9 лет общепит он отдал. Шеф-по работал. Серьезно? В прошлом, конечно. Нифига себе. Теперь в стройке. Офигеть. Офигеть, да? Какие интересные. Слушайте, они чем-то похожи, да? Ладно. Кто знает, может, мы еще и семью создадим. Все, друзья, свидетель. Это реалити-шоу уже началось. Да, реалити-шоу. Дом 3, построи свою любовь. Да, дом 3, построи свою любовь. Друзья, следим за проектом и учимся следить за мастерами, определять рукожопов. И надо все-таки разбираться в том, как идет процесс ремонта, чтобы до такого у вас кошмара все не доходило. Всем пока.